Алекс прислал нам сообщение, привет Ежа и Юра, играли ли вы в РДР 2, и если да, то как вам игра? Ну имеется ввиду вот это поебень про ковбоев, да, наверное? Ой, ну чё ты... Я, я и Red Dead Trimption, и что, 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 что... Поебень про ковбоев? Ну, хуйня, нет, я не играл и не советую, не играл, но осуждаю. Ой, а почему, вот почему, вот да, почему ты не играл и не советую, это как не читал, но осуждаю, блядь, по стенакам. Потому что, блядь, игры в тематике, как бы, где у тебя даже нет нормального оружия, и, блядь, ну, то есть неинтересно абсолютно. Если бы это был какой-нибудь стимпанк, если бы это был... Ой, ребята, как душнит-то, а? Да-да-да-да-да. Как душнит? Если бы был стимпанк, я бы поиграл, а это не стимпанк. Я бы поиграл, да. О, какой душнил это прямо, ёбаный дед, а? Все последние игры, все последние игры полное говно, абсолютно. О-ох. Есть только маленькая робкая надежда на то, что второй рейдж не будет говном. Потекло по ногам, пишут. Но это, это маловероятно. Потекло по ногам, твой спашок-пашок. И еще, еще игра, на которую мы рассчитываем, это Iron Horus. Второй рейдж круче Red Dead Redemption 2. И чё, Ежи, остановись! Айрон Хорвест, но, скорее всего, она будет просто как Company of Hero 2. Ежи, ты просто сказал, что второй рейдж... Чувак, прекрати, остановись, не какай, хватит! Ты чё, сравнивать родные 30 рейдж? Нет, Юра, нет, не хватит. Чувак. Нет, не хватит. Зачем? Ты прям продолжаешь... Это необходимо, Юра, поверьте. Ты не смотрел на стриме видос здесь, чувак? Ну, кстати, по поводу рейджа второго, да, я не испытываю слишком много оптимизма, потому что, судя про трейлером, они сделали что-то вроде последнего Far Cry, поэтому... Ага. Ты используешь в качестве отсылок... Самый вот... Far Cry, чувак, это прям как попкорн или, блядь, там, Игра Престолов, нахуй. И ты на него как бы ссылаешься, это дурновкусие, блядь, о чём-то. Red Dead Redemption, ты бы хотя бы GTA V вспомнил, там, Rockstar, скажешь что-нибудь. Нет, нет, всё хуйня. Лейнуар хотя бы, блядь, я не знаю. Ну, похуй, что они не связаны, но хотя бы стиль повествования типа Rockstar, блядь. Да, Dishonored хорошая игра. Ты такой, мне не нравится Red Dead Redemption, потому что я жду Rage 2, хотя он будет как Far Cry. Блядь, чувак, что ты говоришь? Зачем ты... А, там больше динамики, больше драйва, больше экшена, потому что хотя бы оружие. Да при чём тут это вообще? Какой Rage 2? Какой Far Cry? Так это игры компьютерные, Юра, они нужны для развлечения. Ежи, ну это же разные вещи, ты же не сравниваешь, блядь, этого Шопена, блядь. Нет, понятно, что это разные жанры и всё такое, но это всё компьютерные игры. Юра... А я тебе говорю, а... Есть игры интересные, есть игры не интересные. Вот это вот Red Dead Redemption, блядь, с ковбойной ебаной. Я не играл в неё, блядь, ёпты. Так я поэтому и не играл, я посмотрел трейлер, я посмотрел, как там геймплей выглядит, и я понял, что я... Азон, у него, знаешь, когда не было консоли, GTA V вышел на консоли, он делал обзор по скриншотам. Типа, он в гугле вбил, типа, GTA V скриншоты и сидел, разглядывал их такой, пизда ты играешь. Вот ты так же, я, говорит, трейлер посмотрел, блядь. Не, наоборот, наоборот всё как раз, потому что я, если я по трейлеру вижу, что это какая-то скучная, неиграбельная ёбань, я никогда не буду в неё играть, вот и всё. Понятно, понятно. Я из игр в последнее время играю только в Endless Space. А тебе хватает буквально двух минут... Потому что там преиграбельность хорошая. Тебе хватает двух минут синематика какого-то, блядь, по игре, чтобы определить хуйня, не хуйня. Да, да, вполне. То есть если я вижу картинку, мне не нравится, всё, я не буду это играть. Тебе нужно Клогвинову Антоше с таким даром, он тоже, только он наоборот. У него талант, как у тебя. Я не знаю, кто это. Не знаешь? Вот я тебе объясняю. Он тоже умеет сразу определять игры, глядя на банковский счёт свой. Как только там денежка копает, сразу же он уже всё знает об игре. Вот ты также трейлер посмотрел и всё узнал, бля. Я поражаюсь, как вы так, как вот так вот... Так а по трейлеру понятно, понравится тебе игра или нет. Это зависит от тематики игры. А мне бывает игра не нравится, а я в ней проведу часов 6-12 и начинает нравиться, бля. Нахуя тратить 6-12 часов на игру? У тебя что, так много свободного времени? Да, я видео-блогер. А, ну охуя, я счастлив за тебя. А у меня нет столько свободного времени, чтобы тратить на игру, в которую ты мне играет. Да ты пиздобол, ты не стримишь каждый день, бля. Правильно, потому что это моя работа, бля, я эти деньги зарабатываю. Мог бы и игру стримить, бля. Если бы мне кто-то платил... Нахуй никому не нужно, чтобы я игры стримил. Людям нужно, чтобы я отвечал на вопросы и видео смотрел за донаты, бля. Бля, если бы я смотрел игры, бля, я бы у меня... Аудитория была бы, как, я не знаю, там, у людей, которые на 6 человек стримят и сидят без денег и без нихуя. Бля, ребят, а зачем вы пишете, что я хуесош Тоху? Я самый главный фанат Тохи. Вы просто забывайте, что я тоже за плохих играю, как бы, бля, ёпта. Мы в одном лагере абсолютно... У Тохи есть собственный кинозал. Я когда узнал, я понял, что это то, к чему мне нужно стремиться, бля, ёпта. У меня нет кинозала нигде, нахуй. Я вообще не представлял, что можно комнату под кинозал. Антон всего добился, он успешный. Я такое уважаю. Вы просто думаете, что, ой, Хованский осуждает кого-то за продажные обзоры. Да Хованский хвалит, блядь, за продажные обзоры. Вы что, пизданулись, что ли, блядь? Вы думаете, я что, блядь, вам тут затираю, будто я кристально честный, что ли, сам? Нет. Это человек, который сделал себя сам, а остался, который верен самому себе. Ты сейчас про кого? Про Антона Логвинова. Но когда он ставит, блядь, колде 12 из 10, мы же все понимаем. Просто мы должны порадоваться, что Тохи капнуло немного, может, второй кинозал построить. Если вы реально, типа, его подписчик, и вы желаете ему успеха, то пусть ему купят еще больше обзоров, блядь. Я не понимаю, почему, как бы, это отлично, он сможет сделать... Типа для тебя открытие, что из комнаты можно кинозал сделать или что? Да, да, я даже... Я родился... Это на самом деле очень распространенная хуйня. ...в жопе мира, блядь, и жил посреди жопы, блядь, большую часть своей жизни, блядь. Это, по-моему, даже более распространенная хуйня, чем джакузи. Ты знаешь, если бы я кому-нибудь, наверное, блядь, вот в Пензенской области, вот, от деревень до Пензы сказал, что я хочу сделать комнаты с кинозалом, меня бы убили, блядь. Просто люди бы меня бы убили и съели, нахуй, и обобрали, сняли бы с меня, блядь, эти джинсы мои потертые, блядь, кеды, блядь, поддельные, нахуй. Потому что это, ну, вне немного моего комната, просто для того, чтобы ты смотрел кино, люди смотрят кино за компьютером, или там в гостиной, где, блядь, иногда гостиная вообще с кухней совмещена, люди на кухне смотрят кино, типа, у меня не было такого. И когда я узнал, что у Тохи есть кинозал, я такой, блядь, этот человек всего добился, у него свой кинозал, это как, блядь, для меня вот такой пунктик, нахуй. Я завидую таким людям, потому что у них есть свободное время, чтобы сидеть и фильмы смотреть. Чего, типа, вы, черти, решили, что я говорю об этом, как о чем-то плохом, да, блядь, я даже не представляю, сколько Антона занесли. Я бы Большого Лебовски посмотрел бы. Так ты до сих пор не посмотрел? У меня времени нету, я сплю в самолете, понимаешь, в чем дело? У меня нет времени, чтобы, блядь, поспать, нормально. Мне часов в сутках не хватает, как-то. Скачай на телефон. Я стримлю не потому, что у меня много свободного времени, я такой, типа, хм, почему бы не постримить? Я стримлю, блядь, потому что это работа. Одна из. Да, ну ладно. Да, да, я все понял. Так. Меня смутил вопрос, с нижнего я или с верхнего интернета? Я выходец с нижнего интернета, наверное, теперь я в верхнем, но я помню, как тяжело там внизу. Там, где эти, как он говорит-то, ебасосины тупые или пиздопроебины. Как же он, выражение-то у него, ты пизда, как же было, блядь. Пиздануть, пизданутища. Как говорил, подскажите, как у Антона есть коронная эта хуйня, пиздуебище. Не помню, как, блядь. Эх, ладно, забыл. Хотел сказать, я помню, хуесосина, да-да-да, я помню, каково вам хуесосином там. Я как бы вышел, да-да-да, я помню, я помню хуесосины, как вам там сидится, блядь, ебта. Блядь. Не знаю, почему, но... Не, я только с теплотой к Антону отношусь, блядь, ебта. Я бы на вашем месте тоже меньше хейта в его адрес проявлял. Не понимаю, почему Мэдисон так травит, блядь, по мне так точно. Если вы любите, блядь, блогера, то очевидно, что чем быстрее он себе накопит на условный кинозал, тем быстрее начнет выпускать честные обзоры, непроплаченные. Поэтому в ваших же интересах, чтобы Антон заработал сейчас на машину хорошую, на эту, и потом вы сможете наслаждаться как бы чистым, незамутненным сознанием настоящего Логринова. Да, кто бы он ни был. Юрий Ежий, игра «Трахнуть, жениться, убить». Первый сет. Саша Спилберг, Ленин, Зиновьев. Интересный вопрос. Подожди, то есть на кого-то надо убить? Нет, это нечестная игра, должны быть однополые персонажи, иначе мы будем подчеркивать свое отношение к сексуальным меньшинствам, поэтому результат будет нечестный. Либо все трое мужики, либо все трое тёлки Иначе, как бы, имеет место Гендерная предвзятость А мы такое не одобряем Да, но он прислал 5 долларов Поэтому, я даже не знаю Ну, вообще, по-хорошему Надо А кто такой Саша Спилберг? Это режиссёр вот этот, что ли? По-моему, у него другое имя какое-то было Блять, ну ты же притворяешься Ты же всё прекрасно Вот смотрите, он же дурачно Не, ну серьёзно, это блогер какой-то Кстати, пишите плюс Тот, кто думает, что Ежи прекрасно знает Кто такая Саша Спилберг, но просто притворяется Такая, то есть это женщина Он такой плохой актёр Ну пишите, он же точно притворяется Блять, он же Я на гуглю эту хуйню сейчас Вы заебали Да, на гугле Ещё изобрази звук стука по клавишам Давай, смотри, Ежи, это ты гуглишь Сашу Спилберг Я не буду стучать по клавишам, я скопировал эту хуйню Теперь я знаю, кто это А, всё, я понял Не-не-не-не, я знал Мне заказывали её видео, где она, короче, принимала, блядь, ванну с чипсами Чё, у неё реально фамилия Спилберг, подожди Угу, да, ага Не может быть этого Нет, не Спилберг, это псевдоним, но ты не переживай Главное, что ты видел эту хуйню и каждый раз Бэткомедиан? Кто это такой? Не, Бэткомедиан это какой-то блогер, который фильмы обозревает Я, мне заказывали его видео на стриме Ну, 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 блядь, я думал, есть блогер Саша Спилберг Дедушка, записывай, есть стикеры на монитор, можешь там то, что не помнишь Записывай, приклеивай Да нахуй мне знать, кто это и как его или её зовут, какая разница Какое это вообще, понимаешь, какое это значение имеет для моей жизни? Это твое вот такое наиграно-напускное отношение ко всей популярной культуре Типа, кто это? Кто? Каждый раз, блядь, чувак Тихо, не, подожди, это не популярная культура Это мир, в котором мы живем, блядь Какой мир, в каком мы живем, блядь, никто не знает в Малайзии Сашу Спилберг Ежи, Ежи, Еженька, Еженька Представь, что у нас здесь как большая, большая вписка на 2115 человек И вот на этой вписке все прекрасно знают, кто такой ЛДжей Они его не любят даже, я думаю Я не знаю, кто такой ЛДжей Ты даже договори Они, может быть, его не любят, они не хотят его слушать Но если как бы идет разговор про ЛДжей, все такие там О, это прикольно, или о, это хуйло Я в рот ебал, я не был ни в одном коллективе людей, где заходила бы речь про какого-то сраного ЛДжей Или какого-то Александра Спилберга Один возвышается посреди всех и говорит ЛДжей? Кто такой ЛДжей? По-моему, мы с тобой уже обсуждали, кстати Я не слышал, я только Пинк Флойд Ну и таким образом я привлекаю внимание всех И все мне начинают объяснять, кто такой ЛДжей Вот и все, я становлюсь душой компании таким образом А ты сосешь хуй вот так вот Кринж троллинг, блядь Нет, я реально не знаю, кто такой ЛДжей Мне насрать вообще В компаниях, у которых я бываю Хотя там есть и молодые люди тоже Никто, блядь, не обсуждает эту хуйню Я не знаю, с кем ты общаешься, что вы это обсуждаете Ну ты не в России живешь Все обсуждают Какая разница, я даже когда в России устраиваю сходки какие-то Или еще что-то с фанатами Они боятся просто Они тебя боятся Они все знают, кто такой ЛДжей Да, пиздец просто боятся Просто если они заговорят, ты их выгонишь и больше не позовешь Ты интеллектуальный задира, блядь Булик, как и маргинал, блядь Я вам сто раз это говорил, блядь Блядь, ты почему-то не веришь в то, что у людей Чувак, ну ты же видел видео с нашей, другие интересы Все это подтвердили И ты такой Кто это? Почему люди обязаны знать К всех поименных каких-то хуесосов блогеров, блядь Из Рутуба, блядь А если люди Рутуб не смотрят? Потому что ты на этом, блядь, Рутубе Сидишь и деньги зарабатываешь Хотя бы поэтому, блядь Нельзя работать на работе И не знать влиятельность даже с другого этажа начальника Я не блогер Это стримерская деятельность, это другое У меня на канале политота в основной философии и истории К тебе когда-нибудь такой начальник зайдет поздороваться А ты его нахуй пошлешь, потому что не узнал Такое уже было несколько раз У меня в чате писали крутые блогеры Но я их не знал, я их банил просто Именно и тем самым загубил себе карьерный рост Как бы, блядь, ёпта Да, теперь ко мне Хованский не придет Хуйна, блядь, два бери, барабанить будешь Да мне насрать на всяких вот этих всяких Кто там, ЛДЖ, РДЖ В рот ебал То есть вообще, вообще наплевать Ну понятно Какая-то отрыжка массовой культуры Почему я должен знать всех этих хуесосов по именам Мне за это деньги платят, что ли, я не могу понять Если бы мне за это деньги платили, да, окей Я бы просто выучил бы их всех в алфавитном порядке Начальник, а ты знаешь ЛДЖ, блядь Мне насрать просто реально Ну это же открывает И вообще, вот просто, блядь Ты же уже всю свою хуйню выучил Чё б тебе не, вот, знаешь, месяц не потратить На то, чтобы ознакомиться со всеми Я бесплатно не смотрю видео Я не знаю, кто такая Саша Спилберг Я не знаю, кто такой Бэткомедиан Просто его вот потаскать Нет, эту Спилберг я запомнил Потому что у неё цифальный индекс хороший У неё хорошее соотношение высоты Угла наклона лобной кости И доли к цифалии И, по-моему, она ещё из Госдумы стримила Её я запомнил чисто визуальное лицо Я не запомнил, как её зовут Но я запомнил её внешность Ну, в общем, я стартую месяц говна На стримах Сармата, бля Надеюсь, что вы поддержите Поддержите этот флешмоб Просто я всё равно не запоминаю имён этих блогеров Понимаешь, в чём дело Даже когда мне много этого У меня были периоды такие Когда мне заказывали вот эту вот хуйню У, значит, всяких блогеров Когда десятое видео смотреть будешь, запомнишь Ну, окей, ладно Но, опять-таки, получается, у фанатов этих блогеров Должна быть платёжеспособная аудитория Которая бы мне всё это заказывала Нет, нет, это твоя аудитория Главное, чтобы она поняла про чай Да, половина моей аудитории Дед живёт в изоляции Он совершенно... Он говорит о современном интернете Но он не лезет туда Я телевизор не по телевизору У меня никогда не было Радио я не слушаю Газет я не выписываю У него нет исследовательского Интереса Понимаете, пацаны? Он не хочет спуститься Он только хочет всяких ящерок изучать В лаборатории А его нужно прямо в парк юрского периода Кинуть, чтобы он понял, блядь, как дела обстоят Реально, блядь Вот прямо я предлагаю На месяц его в парк юрского периода Отправить, блядь, ёпта И оттуда он вылезет И уже не будет такую хуйню пиздеть Да, да Заказывайте мне всяких говноблогеров Главное, чтобы эти видео были, пап, как можно длиннее Чтобы там больше денег за минуту можно было выручить Я думаю, тебе хватит минут по пять для ознакомления Ну хорошо Очень ненаглей Лучше побольше ему кидайте видосы Так, в парк Максима Доши меня предлагают отправить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!